История России в фотографиях представляет Акт о капитуляции Германии Несмотря на то, что акт о капитуляции Германии был подписан 7 мая в Реймсе, Сталин настаивал на повторном подписании в пригороде Берлина. Он заявил, что договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учнена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине. И не в одностороннем порядке, а обязательно Верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. Представителем Верховного главнокомандования советских войск для подписания акта был назначен маршал Советского Союза Георгий Жуков. Утром 8 мая из Москвы прибыл Андрей Вышинский в качестве политического советника. 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени в берлинском предместе Карлсхорст в здании бывшей столовой военно-инженерного училища был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии. Субтитры создавал DimaTorzok